привет всем я здесь в этой квартире с дизайнерским ремонтом для того чтобы посмотреть в какой кошмар она превратилась после того как в ней появился ребенок ремонту пять с половиной лет ребенку четыре с половиной года хочу посмотреть какие решения были удачными какие откровенно опасными как говорится лучше учиться на чужих ошибках кудрявцев денис канал архитектор интерьера родители заходят в прихожую закатывает коляску раздевает ребенка и тут его ждет первая первая такая опасность это вот этот дизайнерский шкаф тут если приложишь усилий больше чем надо то дверка может вылететь и навредить ребенка это опасно нам такое не подходит эта дверца сделан так неэргономично что очень легко прищемить руку хозяин пару раз прищемлял и и плакал крокодилушными слезами то ли дело вот этот шкаф такой невзрачный непримечательный но зато безопасный классический короче этот вариант гораздо лучше этот металлический щиток как и любой металлический предмет интерьера для ребенка обладает огромным потенциалом для места приложения творческих усилий лёва очень здорово украсил он даже стал это это место стало круче чем стена с с сноубордами лёва автор четыре с половиной года острый угол еще один острый угол как будто бы это не квартира полигон для испытаний ребенка на прочность такая вот получается просторная гостиная сейчас просторная раньше здесь висел телевизор ребята его сняли потому что это самый простой способ ограничить ребенка в просмотре нежелательного контента прям прям острый вопрос в современных семьях вот это место хозяйка планировала как место где она будет пить кофе любоваться городом смотреть на проспект ленина но в итоге делает она крайне редко потому что как правило это все завалено игрушками сейчас будут немножко разобрали лёва использует все поверхности в доме как следует по назначению как надо вот это подоконник тоже его любимое место он тут любит лазить потому стульчику забирается и поэтому ребята вырезали замки для того чтобы никто не дай бог не выпал это очень важно это правильно вот кустик вымахал за 5 лет нормально вот зацени вот эти стулья очень хорошо сохранились несмотря на то что это всего лишь реплика но зато они легко моются пластиковые гладенькие вот в отличие от этих дизайнерских тканевых стульев теперь это не тканя просто кусок грязи и пятен теперь только выбросить их но зато ребята подошли очень ответственно и внимательно к выбору ткани для дивана это ткань темная и моющаяся то что нужно для семьи с ребенком пошли в приватную зону вот такая хозяйская спальня ребята когда согласовывали планировку выбирали кровать вообще не предполагали что здесь когда-нибудь станет детская кроватка но вот теперь это так лазит они тут корячатся с одной стороны залазит на кровать такая судьба родителей вот эти вот светильнички завернуты так вот не просто так это очень не случайность лёва просто поиграл с ними несколько раз и и вот они с тех пор не фиксируются теперь просто украшает эту красивую деревянную перегородку спальню вот здесь был постер вот такой вот и сел спокойно себе появилась кроватка и он по какому-то стечению обстоятельств отпал теперь украшают вот эту просторную гардеробную комнату обрати внимание на вот эти царапинки причем они на росте маленького ребенка совпадение не думаю кто виноват да кто кто дизайнер потому что мог бы выбрать хорошие декоративное покрытие прочная а вот нету черная красивую штукатурку ну посмотрим ванная в ванной комнате оказывается есть предмет который получше опыт получше спиннера это беде оказывается дети обожают пользоваться бедешки но что они делают они моют здесь руки чистят зубы и главное часами играют запускают корабликов брызгают водой во все стороны и расчета очень необходимая вещь в интерьере с ребенком из минусов то что ребята не предусмотрели сушильную машину и теперь мучаются ставят ванную сушку разборную страшную крови это выглядит вообще не очень такая вот просторная детская комната но она используется пока как склад потому что дети любят проводить время с родителями правило в гостиной ну либо в спальне но из плюсов это вот этот шкаф хозяйка говорит что очень здорово убирать сюда игрушки очень удобно а лёва очень любит их отсюда выкладывать и раскладывать по по правильным местам по всему дому как оно и должно быть что шкаф удался пойдем выпьем воды обсудим детали следы липучки итак обсудим детали прихожая использование термогранита на полу очень хорошее решение потому что от влади и песка пол не поцарапается не разбухнет а в прихожей будет много таких вещей на которых есть влага и песок это коляски и самокаты и машинки что касается шкафа дизайнерский шкаф вещь может быть хорошая но надо когда заказываешь его обращать внимание на исполнение некоторые узлы бывают не проверенные ненадежные или опасными обращайте на это внимание по поводу металлического щитка на стене в голову даже не пришло бы что он будет забит весь магнитиками имейте ввиду что любая поверхность из металла для ребенка имеет огромный потенциал творчестве он его обязательно украсит или наклейками открыт что касается острых углов наталья хозяйка говорила что если бы она осознавала что здесь будет жить ребенок бегать прыгать она бы ни за что не согласовала такой вынос столешницы но говорит в итоге заклеила защитным уголком и за четыре с половиной года он всего лишь один раз ударился так что вроде как это было чрезмерная мера вроде как жить можно зато пространство между выносом столешницы и шкафом удобно использовать было под парковку коляски о гостиной в гостиной когда ребята смотрели дизайн проект они даже подумать не могли что у них центром композиции будет коврик или горшок или вот эта гора игрушек все было красиво ничто не предвещало беды но теперь вот все это выглядит вот так телевизор ребята убрали ну потому что действительно крайне тяжело бороться с ребенком выслушивать истерики выключать телевизор это прям война проще всего брать телек и забыть и как бы вот так вот современные родители ограничивают детей просмотр бесконечного просмотра мультфильмов кроме того под ним стояла стеклянная тумба и тоже убрали теперь лёва бегает прыгает что касается подоконников лёва их используют по полной программе бегает по ним крышки не помеха и конечно важно что ребята врезали замки это прям необходимость что касается мебели пластиковые стулья прозрачные сохранились блин как новенькие потому что легко моются а вот брендовые ткани вы все испачканные они не отмываются ткань не предназначена для мойки зато диван с очень хорошей ткани наталья говорит что она берет влажную тряпочку мыльную протирает очень довольна этим диваном у дивана еще реклайнеры есть оказывается но они не рабочие денис отключил потому что гости детьми точнее дети играли реклайнером сломали его в итоге он его починил и выдернул диван за розетки перед мой подрастет также доломает подождем когда подрастет о спальне ребята вообще не планировали что у них будет стоять там кроватка но так сложилось и конечно лучше об этом подумать заранее не всегда дети живут своей спальне хотя она у них есть я вообще не думал что беды можно использовать так креативно оказывается там можно чистить зубы мыть руки играть с корабликом это для меня одну вообще новость выводы первое очень важно понимать когда планирую жилье с ребенком какие будут сценарии где будет стоять коляска где будет стоять кроватка и так далее второй момент очень важно чтобы все покрытия мебельные стеновые были максимально прочные потому что кто-то из детей любит катать машинки по стенам кто-то рисовать фломастерами кто-то кидается едой это будет испытание для вашего интерьера дети это испытание и третий момент это безопасность замки на окнах не делать острые углы либо их закрывать стеклянную мебель тоже надо аккуратно использовать а вот такие моменты на которые я обращаю внимание теперь в своей практике что ж такой получился выпуск работа над ошибками буду рад если вы напишите свои истории с дизайнерскими ремонтами в которых живут дети поделитесь спасибо кудрявцев denis канал архитектор интерьера подписывайтесь ставьте лайки